Вот это решение уйти из самолета, вот оно такое немного под вопросом для меня. Я понимаю, что внутриигровая какая-то практика и внутриигровой опыт именно в том моменте, он, возможно, ну, давал какую-то мотивацию для того, чтобы уйти оттуда. Но именно опосля игры, да, смотреть на это и вспоминая этот момент, не пристально наблюдая за ними, а так в контексте всего случившееся, почему-то вот у меня немножко вопрос тут остался. Ну, ладно, это я пересмотрю сегодня. Нет, ну, это хорошо, это правильно, это нужно, как говорится, всем смотреть, наблюдать, делать свои выводы. Команды могут чего-то не заметить, допустим, что заметил ты определенно, да, бывает такая ситуация. Поэтому, я думаю, если Андрей посмотрит трансляцию, а он у нас на трансляции, привет ему огромный от меня, я думаю, о тебя также, что он может себе там пометочку сделать. Здорово, Лиза, Лиза. Да-да-да-да, пометочку, выйди и зайди нормально, да. Пометочку сделает и, как говорится, рассмотрит эту ситуацию со всех сторон из твоей подачи тоже. Спасибо огромное всем, кто присутствует на трансляции, тренерам команд тоже. Это очень хорошо, если ребята действительно наблюдают и трансляции также. Ну, а у нас новый самолет, у нас, наконец-то, мой любимый Erangel или Erangel, там, как правильно, не знаю. В общем, зеленая карта, первая, самая начальная карта, с чего все для нас началось. И вот эта зона, первый круг на этом Erangel. Самолет был диагональный, с северо-востока на юго-запад он отправлялся. Это у нас вышли на старте по традиции уже Northern Lights, Сталбер, конечно же, Кемпаунт на западе у подножья Сталбера. И Перфектикс улетел вообще на Кемпич Северной дороги, да. Северный у нас занимают Энс, Пулапы падают на Мэншин, Диджитал Атлетик, ой, простите, Авторальты с Амакинами. Вот меня действительно этот голубой цвет смущает, а Макинов с Амакинов занимают Ясную Поляну. Это как раз-таки Атлетиков цвет, ну, по привычке, как раньше было. Ну, ничего страшного, спасибо и на том. Диджитал Атлетик сражок, плюс еще и кафешка ТСМ у нас забирают Школово парты и Левея Кемп, который как раз-таки в сторону починок расположен. У Винстриков очень интересный разлет, обрати внимание на Папичи, который возле моста печеночного, да, находится. У нас Максизор, Вандер на кубах, а Руины плюс Авангары для Кемпу и Овстринга. Достаточно сложноватые позиции для старта, не супер жирные по луту. Ну и, соответственно... Слушай, Торнадо должны сейчас быстрее завутаться, вот мы просто закончили на них, да, они еще и 12 желтых забирают для себя в отсутствии. Маттус Винсер и Рейзи Рэдж. У них свобода обратилась. И по идее он побыстрее лутается, да. У них и ферма отсутствует, а как Шеф-Дабл ее нету, это очень комфортно, они на этом разлете себя почувствуют. Причем у них до центра круга вообще пустой проезд. То есть они через картошку влетают в центр круга. Кемп Ликвид, да, и он сколько раз в последнее время на него прокают круги же. Обрати внимание, куда едет уже Пейдж. Какой же хитрюга на Пейдже. Они либо занимают каскадеры, либо этот кемп. И сейчас Пейдж классно занимает этот кемп. Но вот этот кемп, да, быстрее. Я про другое говорю. Знаешь, про какой? Который находится под вулканом Кэмпаунд. То есть вот там бабочки вот эти верхние и через дорогу от них. Про вот этот кемп, потому что в него сейчас торнадо могут нормально залететь. И дальше видеть шоколад, грядки, вулкан. Вообще все там видят. Гараж над вулканом. О, редлайны будут сюда изъезжать. Драка 2 в 3. 2 в 3 драка. Очень сложная будет для редлайнов. А Макины сейчас на взводе. Они хорошо закончили прошлую катку. Но уже нет. Уже емти подходит близко к забору. И он уже не отпустит. Нейлоп здесь пытается прочекать как раз таки оппонента. А QBE открыл дверь чисто подбайтить. Посмотреть бы как-то, да. Найти возможность увидеть... Со столика. Хорошо, и как же разминулись. Как же они разминулись. Молик, конечно, залетает по информации тут же моментально. А там сейчас в маленький окно залетит. Не, не такие нормальные. Нормально все. Тут проветривание открывается. Айвус? На тихой. Если на тихой. Да, если на тихой подъехал. Сейчас можно будет пострелять по одному из игроков, который находится как минимум на втором этаже. На крыше. И? Емти? А нет, это Пейдж, простите. Пейдж. А типа он, кстати, на холмы подъехал. Он уже подъехал, кстати, четвертым. И готов холповать своим тиммейтам. К Айвусу подъехал Марв. По Марву и Айвусу нет информации. Это очень хорошее подспорье для игроков команды Redline. Но спрыгивают. Слушай, спрыгивают все вниз. Очень предусмотрительно. Ну, я думаю, вряд ли кто-то хочет выходить на крышу. В такой ситуации. Потому что только двух игроков видели. Или информация есть. Там Айвус с Марвом накидают. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. То, что Емти вышел, это, мне кажется, немножко... Он здесь переагрессировал. Да, учитывая, что он еще не фулл-хп, а с СЛР-ки прилетит один в голову. Останется там либо ноль, либо... И Молик по инфе. Молик пошел пытаться к Юбье как раз-таки закинуть по инфе. Марва или Айвус. И кто-то из парней дал инфу, что на крыше все еще остается игрок. Пролетает у нас самолет, но дроп нам не кидает. А где дроп я? А, дроп он кинул на этом. Между Сосновкой и... Да, и Материком основным. Поэтому тут мы с вами не увидим дропа нигде. На сценарии поедут через Сосновку, как-то радио. Вполне возможно, что увидят этот дроп, но... Вряд ли мы это увидим. Так, а Макина, кстати, больше урона наносит, как мне кажется, по редуайнам. Вот сейчас... А, испалился тут Айвус. Не удалось, конечно, по Емти попасть и Емти просто спрыгивать. А здесь файт начинается в общагах. Батулин против Хибака. Ой, Хаешечка! Хаешка под Хибак, он сейчас должен взорваться, хорошо. Да, если бы он не перестрелял Батулин, он бы мог сам взорваться. Тут Хаешка неплохая залетает в дом, но в доме никого. Ответный Молотов на отзон Хибак, а что как раз-таки тиммейты только-только подтягивают. А он же может там перелезть за будкой, там тоже у забора... Опасно, нет инфы. Вообще нет инфы по противнику. Тут по спайра только вот сейчас была инфа. Перфектикс на краю у нас находится. Лути временем также подтягивается. И пытается он вот здесь найти как раз-таки Батуллина и будет достреливать Сашу. И потеря минус Данимон. Он там диггери тем временем тиммейта взрывает. А где это происходит и почему Данимон? Данимон находился рядом с заправкой, да, и там подъезжают уже сквики сюда, там пытается обстреливать гусиару, но в общем расплитанный авторальт в итоге по Ясной Поляне. Сюда. Ромотал на колесо здесь Данимона, но не ногу. Под машиной. Слушай, он ему там отремонтировал ходовую. Он его под машину загонял, ты видел? Пожалуйста, сделайте техосмоток. Немного. Так, у нас продолжается редлайна Амакина стояние здесь на этом кемпе. Очень все хотят забрать, ну, по крайней мере, эти два коллектива, этот кемп. Очень много времени теряют. Просто если кто-то на гору там заедет, те же винстрики, которые сейчас рядом находятся, они в лоу-граунд подъезжают. Нам показывают, правда, байстендерс, которые спину эндс переезжают. И вот по тигзу, ай, в лоу-граунде находится, ел, он не может нормально пострелять сейчас по тигзу. Тигзу все-таки пересечет мост, скорее всего, без урона. Там еще и смог лежать. Ну, и с болтовки вряд ли получится там много урона нанести. Вот винстрики переехали. Ладно, не показывают. Но зонлайдс у нас здесь уезжают. В итоге играли поляны, и это, по-моему, самое лучшее решение. Ну, вообще въезд в нее был. Они, как бы, знаешь, в чем прикол? Немножечко был план заехать на эти южные, западные стороны общаги. И посмотрев старые игры, как ребята оттуда настреливали, да, не самые топовые коллективы, но сколько поинтов настреливали именно с этих общаг при схожих кругах, если, допустим, будет поле разыгрываться, будут разыгрываться желтые кемпы. И вот кемп, где Амакины дерутся с редлайнами, в общем. И Ноден Лайтс, наверное, все-таки как-то решили для себя перед моментом въезда, что хотелось бы поиграть эти общаги. Знаешь, как парни здесь играли, было классно, ну и, соответственно, не повезло. Саша слишком рано в соло ехал. Ну, еще непонятно, куда зону идет, на самом деле, поэтому мы видели уже... Ой, там есть ноу-кат-нейла по... Лоу-хэп-оу, и тем временем Тибон, Васку в Ноке. Это неплохой розыгрыш. Тибон надо закручивать прямо сейчас. Марву нужно закручивать его конкретно. Марву уже крутит. Хорошо, Марв уже скоро будет выходить на линию огня. Здесь, тем временем, Емти подошел к разрезу своего тиммейта. На второй этаж забрались, есть информация, понимает об этом Нейлоп. У Нейлопа нет информации. А, нет, ему дают как раз-таки тиммейты сейчас, что подходит молодой человек по склону, и он затихарился. Зона у нас, тем временем, центруется, и этот Емт выглядит все еще очень даже неплохо. Но центр зоны у нас все-таки немножко в другом месте. Емти отправляется в нокаут, зашел он на крыше. Вулкан не занят. Тут еще подставляется еще один игрок. Отличная голова залетает от маску. Марв тем временем падает от Ванти. Откуда пулапы? А, пулапы в спину работают с каскадеров. Проходит QB. Емти пытается уползать. Емти сейчас будут набирать. Отлично, есть информация по Емте. Слушай, возвращается молодой человек. Тиммейта нужно разрезать. И Айвас до талого стоял. И Айвас пострелял. Хорошо, Тиммейт припил. Прикрыл QB, да, отлично. Айваса можно разрезать. Там Марву нужно просто подлетать сюда. Да, здесь еще и на Занвайтс в кратеры подъехали. Останавливается на Занвайтс. Если на горку выйду, то могут вообще всех зафармить. Там Марв, который... А, Марву уже... Сложно. Они пока что не могут понять, что им вообще делать начинается. Размен через Узик. Но QB, классно разыгрывать минус пейдж, минус вас. Кунейлов готовы ему помогать. Смачке откидывается. Заряжается хаешка от Овстринга. Вот уже Винстрики готовы воевать. Четкая хаешка по QB. Марв тем временем умирает для Ванти и... Горит, горит, горит Молотов. Но нет, все-таки Нейлоп у нас не получает урона от огня. И еще разгорается еще новое пламя. Пытается он дальше захиляться у нас Нейлоп. Ну и смачок открыт. Все его тиммейты в ноги. Ничего он олик закидывал. Душат мог. Просто душат. Еще один. Но только по адресу. Ну там у него нет возможности кинуть нормально. Но его загорится, пробегает на крышу. Пробежал на крышу. А на крыше есть нокнутый тиммейт. На крыше нокнутый тиммейт. Локоповый Нейлоп. 27 хитов остается. Но нет информации, что он прошел. Это не тиммейт. И не выходит на зонлайд. Это тиммейт. Это тиммейт. Айваса, кстати, забирает у нас. Там кроме тиммейтов-то никого и не может. Макенов уже. О, смотри, что это осталось. Давай, Авинстрик, врывайся. На размер, да, будут выходить. Уводит пейцел, кемпу перестреливают. Перестреливают еще и вандеры. Но Остринг выходит третьим и приговаривает. Здесь игроков команды Redline. Полетели смоки сразу же. Кемпу с вандерным заползают к Максизору. Будут разрезываться. Но зонлайдс на эту зону не выходит. Там НС контролирует, да. НС подобирали. Помогли сейчас винстриком на самом деле здесь. Как же на тоненького это все было. НОзенлайдс занимает неплохие позиции. Правда, в клоузе у Перфектикса находится один из игроков команды НС. Сквики занимает как раз таки ТИКМП, про которые ты говорил. Куда бы ты пророчил, да, заезд. Кому ты пророчил заезд. Торнадо Энерджи ты заезд туда пророчил. Торнадо Энерджи у нас заехали на молочку. Плюс дом культуры PUBG. Шелтер занимает Натус Винсера. Каскадер. Странно, что Торнадо туда не заехал. Ну ничего странного, Миш. Ну вообще ничего странного. Они никогда так не делали и вдруг вот не сделали опять. Поэтому как бы не вижу странности. Ну просто в этом лобби, помнишь о чем мы говорили? Это мы с тобой говорили. Не-не-не. До лобби ты же можешь провести некоторую аналитику относительно того, где команды лутаются. Они же забрали 12 желтых. То есть они какую-то минимальную аналитику провели о том, что они могут их забирать. Так как нету Рейзер Эндж и Натус Винсера. Ну так ты чуть дальше посмотри, что если у тебя какая-то центральная зона, ты вообще можешь прямой въезд произвести в эти кэмпы. Они всегда неплохо смотрятся. Реально всегда. В таких зонах, даже чуть правее, они смотрятся классно. Ну смотри, давай будем откровенны. Мы с тобой не раз говорили и про паттерны поведенческие, которые эксплуатируют и опустят команды, несмотря ни на что. Как бы плохо ни было, они все равно часто играют через какие-то определенные паттерны. И вот у Northern Lights, ой, у Tornado Energy, прошу прощения, нет такой привычки ехать в центр зоны. Ну вот вспомни просто одну из там 50 последних с ними посмотренных карт, когда они будут на раннем тайминге врываться в зону в центр. В том-то и дело, что нет. Ну там, может быть, не совсем позволяли команды. Вот я именно про это лобби, знаешь, сейчас конкретно про эту зону в этом лобби. Ну я понимаю, о чем ты и почему ты это говоришь. Что ты веришь, болеешь и хочешь. Но, к сожалению, это больше как для элит-плеера. Хотя надо бы тебе верить, болеть и хотеть, учитывая, что это твой пикем. Я в них без этого верю. Я просто молча верю, понял, чтобы не сглазить. Я тебе, конечно, верю, да? Да-да-да. Ты зафармишь поинты. Веришь мне или нет? Нато с Винсера достаточно на ранних заехали в низину под кемпом. Где как раз-таки Винстрик заняли позиции. И ТСМ-ы понемножечку там пытаются прощупывать эту позицию. Там был один выстрел в сторону нато с Винсера. Ну и смоки, соответственно, здесь будут лежать. Один смок будет появляться периодически. Но надо расстраивать транспорт так, чтобы заруинили как можно меньше машин. Не, одно пусть руинят, да. Да-да, как можно меньше. Остальные там вроде нормально стоят. Главное, чтобы на будку никто наверх не пришел. Какие-нибудь Винстрики, когда закроется молочка. И просто гранатами не аннигилировали там. Слушай, апексы едут в Дом культуры. Торнадо. А здесь экземпл. Акземпл на выезд. Хорош. Экземпл на выезд. Ну и все, уехал. Красава. Вот просто четко. Фу. Мы очень часто за это говорим и переживаем, что у команд, у игроков, у одиночек нечасто есть вот этот инстинкт самосохранения. Все стены пересмотрели кукуми. Хорошая камера. У нас там Мэлман подславился от Юри Буин. Да, и будут добирать здесь парни, пытаются они его достреливать, хотя вроде в сейф. Да, в низине находится у нас Юри Буин со своими тиммейтами, чуть подрастянуты они там. Бам. Это там от кого? От Винстриков прилетают? Нет, еще дальше. Это от Трэнса вообще. Да. Мэлман, ну вот видишь, вот заезд. Заезд на третьем круге, попытка в соло заезда, на холм, закончилась моментальной смертью. Не, ну холм это бесполезный. То есть ты оттуда инфурсию берешь, окей, но там жить вообще без вариантов. То есть низина уже занята, мне кажется, что не холм, а вот будка, которая левее находится, информацию даст чуть ли не больше, именно по центру круга, да, где находятся команды. Но ты там еще и пожить сможешь. Ты в эту будку можешь зайти. А если те же 303 будут, в Винстрики почему-то говорю, Винстрики вообще в других домах, 303, если будут выходить на тебя, то тебя команда как раз сзади прикроет. Ну и будка работает до сих пор. Но и будка вообще классно. Под новый прок она отлично работает. Ну в соло, да, в соло там находиться для сбора информации под прикрытием дальнейшим тиммейтов было бы очень неплохо. Да, действительно, тут соглашусь. Лес остается, кстати, для Ликвид на юге, но Торнадо Энерджи перемещаются в нижнюю нычку. Ну, по нему ноу-граунд 303 может работать вполне себе. Да, это выглядит очень сложно на самом деле. Экзампла, конечно, оставляют контролировать, скорее всего, 303, но Апексы могут сейчас... Хотя ротацию Апексов поймать тоже было бы неплохо. В Антибергмарк по Фореверу и поехали на наших экранах Digital Athletic. Ну, Digital Athletic здесь заезжает в низину под вулканом, в принципе, сейчас она выглядит неплохо, там дальше ТСМы сидят в бабочках верхних и компаунд, они забирают, в принципе, да, тут поживут, все должно быть. Вот, лопат, посмотрев, вулкан заехать могут. Сложности нарисовываются, да, они могут заехать в лесок в Инстрииком, пулапы, но этот лес очень опасный, очень неприятный. Поехали также на софторальт из зигзагов тех самых, как раз таки недалеко от ясной поляны, на западе, да, находится на поле. Ну и по ним начинают работать байстендерс, тут же скидываются эрси, что нужно будет заезжать смотрится он как-то более-менее неплохо при их обстоятельства и принципе здесь расположиться можно нормально работать не могут если бы идет что вот эти всего забрали туда так за помнил так скажем так забирает экзампл там еще и забрал кобре пытался крис мейтен встретить еще одного игрока там их запал как раз вот то что я говорил оставили его контролировать эту ротацию от апексов и поинт он здесь уже зарабатывать просто правда на 303 мимо я на нему мне не взорвался это смог вообще это смог был вообще это хаечка была просто она была вообще никак не затаймлены без чеки без всего и там возможности он анима была уйти и хоть вообще да агмитр элиус тем временем до подставляются у нас кстати по тсм игроки команды digital athletics вышли тсм из нижнего кемпа внук отправили одного из игроков пытаются их здесь закидывать на тусвинсер работает в сторону фекса и мира кью код марка достает в те временем айра вторая двойка работает в сторону игроков команды digital athletics смеш приехал на халпу очень много урона по нему прилетело мерк будет поднимать тиммейтах юсти времени находит ног и тут же добирает спайра к сожалению но данной не получается здесь как-то выживать против своих оппонентов эти дети очень неприятный перфектик слуг просто прыгают в тачке и отправляются дальше ближе к центру игрового круга а куда они здесь поедут а где им здесь располагаться а что тут будут делать у хьорти временем нокается от хибака эти временем взрывается грэк грэка и хибака набирает дело очень неприятная история для тракт перфектик здесь просто пытается устроить что-то невероятно но его все-таки достреливает бестолочь убивает в конец келвин но кайт люки келвина бэнс в ответ но кайт у нас апексов невероятная ситуация интенс лоха по 80 падает и зажима тент за полетел 300 третьих торнадо энерджи могут поработать что-то кстати по лапы не подходят дипа там еще достреливают последнего граунду пройти и пострелять по апексам вообще по всем надо тут зарабатывает поинты на ликвидах загулял клип у нас и отлично достался по это минус 7 минус апексы уже совсем конкретно и 303 втроем все еще живы у полапа в зона снова уходит винстрики могут возвращаться в свой кем по крайней мере макси зор уж точно но макси зор хочет широко держать фронт у него скоро будут гости хлеб соль ковровая дорожка как говорит все нужно подготовить расстелить ну и встретить ой-ёй-ёй момент достаточно опасный для макси зора на него выходят сразу четыре игрока очень один близко находится дает она под люки но есть уже креитор мухи креитора он практически увидел последнюю секунду креитор пытается выходить на него ползает максимально макси зора ползает стоит он все-таки ног получает половину больше половины столба здоровья он сбрил а прикрытые могут никак нету вот только у меня нужно было выходить да они оставались да сейчас кстати они будут хорошо контролировать если гранаты отличные полетели а тем бы полетела уже на дайван зарвить еще бы сюда пару хаешек подожди там на ответ пошли нужно перемещаться еще и попытка разреза макси зора может случиться на макси зор за зоны яй но из зона идет не слишком быстро поэтому можно попробовать минус аноним у нас еще один игрок команды 300 третьих аля отлично поработал с тиммейтами остринга но к тем временем купай тут же его забирает и вот тебе проблема у минстриков к ним в гости приехали эти гетто экзампл сторона до энерджи справляются вместе с алей против игроков команды 300 третьих ну и на ваших экранах эмоции как раз таки 300 третьих как им тяжело здесь было pull up creator с дистанции от утом с бинокля посмотри как палит этот рустан мар бинокль все вернулись у нас в инстрики в количестве двух человек в темп в итоге всего лишь а макси зор все еще ползет одного мандера только остался и макси зор ползет кукует по здесь просто останется к на контроле и рано или поздно он увидит макси зора или он сам выйти там уже осталось пять секунд ой как неприятно минус макси зор для креитора и очень широкий сплит от тегетов посмотри как здесь один какой-то палку поэтому есть по тим ликвид потому что эти позиции можно было бы еще и забрать потом торнадо энерджи достреливает команда тим ликвид джим за макси просажены биться пытался там подъехать как-то закрыть этот прострел ну что в будочку торнадо энерджи ну и вот как от краю нет подлес будет все-таки подъезжать как же от краю классно отыгрывают торнадо ты посмотри позиции у них просто тючечка на краюшечки ты видел да они в яму заехали там краюшек зоне они набрали очень много поинтов ликвидов постреляли ликвид что-то невероятное как-то умирают в таком пассиве вандер пытается пропушивать игрок команды пулат тут и вся пачка и в ухо стреляют и вандер разобирает молик он кинул немножко не так бы как бы хотелось подгорел люки но этого не хватило если бы кинул молик от рамы окону там все втроем бы погорели и можно было выбегать вообще добирать на вулкане мирт хороший ответ по нему сделал бими ну не ответ точнее в сторону атлетиков именно проработали атлетики живут тесы мы их не додавили в итоге тесы мы переехали на нижний кемп нижний кемп не в зоне нато свинцера в своей позиции рабочий момент и кстати вот сейчас будет очень интересно куда буду деваться раз-два-три-четыре пять команд пять коллективов не имеют места не имеют позиции возможности заехать в безопасную точку в круге здесь у нас ног сейчас по кому-то был из игроков команд а это повторно ну да там и в поле ты лежа нет посередине там только камешки эти есть выше на вину там поиграть вряд ли получится эти гетов едут но вы его это всем воевать уже принципиальные здесь файты останавливается один игрок и его пытается забатить на себя по нему не стреляют дождались красиво пока выйдет елл местного чтения работать свой тарады energy но кто ликвизии экземпла тут же их добирают я стал чесения хорошо здесь работают эти гетты как же слажено при том что засидел игрок тендерлос все-таки но его нокнули но он взял очень много для сайта летом закрываю талия достается макси с между их ног по сквыке хью здесь пытается сверху все еще встречать байстендер сакуют по настрии этой атаки по хьюзу прилетают от звуки пулапа выходят спину они встают на эту горку и просто уничтожают эти гетов бьет остается жить ими код марка остался ой какая борьба сложная корень выбирает алюмина сторона дн 6 позиция для них navi фул составом пулапы тоже полностью живы и также и тсм и все эти команды находятся очень близко к зоне либо в зоне да то о чем я говорил буквально полторы там минутку тому назад что нету места для четверых коллективов и у нас всего остается пять команд 17 лайв пытаются дальше тсм и переезжать у них вообще кровь из носу куда-то нужно заезжать выставлять здесь транспорт благо они сохранили его там много урода предстоит а тату свитера нелетальный но все-таки очень неприятно душные navi очень душные сейчас самое главное и navi самим не подставляться уж очень сильно чрезмерно но чётко здесь разрабатывают противника и на тус винстер немножечко забыли про своих соседей все остались вдвоем будут воевать сейчас очень круто работают лапам есть но к тенс по ванте и так что обэнста к нему уже вряд ли прибежит и спасет на самом деле вот уенцов у него еще и у них еще есть вот этот где деревья там есть небольшой такой хай граунд от которого ты пошли могут с автомобилями отыгрывать сейчас полетят гранаты аэро есть еще одна гранатка машины еще могут подходить они еще могут подходить вот чем все беда и на тус винсера уже закрыты знаешь чем беда она тус винсера наверное понадеялись что пулапов будут щупать нс но нс занимались я не знаю протирали бинокли там стирка и вещей нюансы почему понятно чем они очень поздно начали щупать они нащупали ванте они нащупали 2 по стрипу лап остались остались д 60 тоже не очень получиться поехали поехали происходит хороу región новичек сели приезжает последний игрок команды что а зачем они так глубоко поехали решение свое приняли отправляются в лобе на пятой позиции по и тендерс теперь могут их позиции занимать предположительные в уже белом круге это что по лапу и вряд ли уже буду так агрессивно играть так как осталось всего два игрока этого коллектива и белом подъезжает на горку это чисто простили по лапы сейчас конечно игроков команды by стендерс спрыгивает закрывается дверка и теперь без звука не зайти в спину через флешку окно на втором этаже у нас находится игрок команды by стендерс your zone начинает выдавливать позиции у них есть на крыше или нет есть информация по креатору это самое главное креатор вовремя ты посмотри как миновала беда говорится для креатора уже с другой стороны он смотрит а парни все раскидочку раскидывается юрт как же это было все-таки предусмотрительно сделано именно на этот угол пытаются ждать последнего игрока упоставлять это минус как же классно сыграно by стендерс они просто как-то прошли плохо сколько команды не прошли вспомни их перри ротацию с вулкана там все смерти уже вот едут гробики 4 гробика отправляется в ротацию а приехало два бойца еще пытаются воевать и еще могут неплохо здесь заносить при том что фикс зашел за камень и у фикса позиция вроде бы более менее очень даже неплохая но это by стендерс они не будут хаву ловить ну нет а смотрим еще ему много дизбоксов кстати тут кемп висб из боксов писсии венстрики здесь нормально а до этого redline и были здесь а до этого еще ой о макин и здесь были кстати там чатик за тренера ярмаше пишет представляете сколько ему придется молока за вредность выдавать и просто за вредность выдавать им придется михаилу молоко у меня уже есть плохой нервные клетки не восстанавливается у игроков мне кажется сначала тебе сначала тебе потом броня есть знаете все и клавиатура за баню так ну все великое стояние лежание стояние началось все боятся сделать ошибку нато с это вообще все неплохо он в центре прямо на самой снежинки вообще сейчас будет лежать грибком прикинулся под камнем ой у нато свинцера есть возможность здесь подниматься у них есть камни у них есть уазик разваленный в общем на востоком двигаться на восток ну на север точнее даже им будет двигаться очень неплохо сейчас еще и будут закрываться смоками здесь ксм соответствую ой пострелять а пострелять там можно а зажимчик 0 урона к сожалению человеческих жертв 0 это очень плохая статистика для данной стрельбы но в данном случае мы продолжим чуть позже попытку ты посмотри как он танцует просто он право-лево вступают в игру на вид биме летит еще и молик которые от команды бей стендерс ну разрез и да конечно бими но дальше что делать здесь файл уже очень классно сыграть здесь работает у нас достреливал до 13 патронов не достреливали очень четко использовать патронов бими помешал бими табанок урона нанес некс уводил прицел просто стрелял в арт очень круто сейчас фикс разобрался в ситуации с патронами не стал достреливать нокнутого из бей стендерс красавчик вообще games and супер крутой относительно количества утилитов да не реально прям максимальное использование патронов первый ног второй ног дает потом побежал сразу же уводить прицел и это все в секунду как-то в голове у фекса сложилось вместе с вардом они сыграли от тсм крутая игра реально ну именно вот этот мигра момент да очень понравилось и вот обидно то что игрок натус винтера подставился под бейстендерс но еще обиднее для самих бейстендерс их задача была не на не на не с нами бороться у них смоки еще там один как минимум лежал и для них опасность фекса камнем плюс тиммейт а как бы здесь в принципе потому что них open field без какого-либо укрытия вот ну выжили проверять можно забрать мотоцикл но у них там мотоцикл на котором они приехали по сути выходить как они бы его не успели граунд пробовать забирать то есть если бы они влево давили по часовой силе лево лево смерть прям карту лево смерть почему спину нави выходишь и целом у тебя смоков там хватило чтобы тсм тебя такое продолжительное время не убивали да возможно хватило бы смоков для того чтобы пройти до камней до каких-то хотя бы ну какое-то укрытие найти на бейстендерс пошли напрямую на одного фекса ну не знаю там в общем прям как бы в общем то есть сыграли влево они вполне могли не только нокнуть таба но еще и забрать то есть хотя бы поинт здесь какой-то для себя зарезервировать но в общем мы не знаем тут в таких метров очень тяжело разобраться слышишь миша обратил внимание в этом моменте когда на редлайнов выходили винстрик как же помог игрок ends он дает нок потому который очень много урона внес в двоих ноков короче из винстриков и над на этот и третий игрок винстрик выходил уже на единственного оставшихся в живых ну и как бы получилось а действительно был сложный момент если бы не игрок ends там может быть трое бы полиглоба из винстрик и пуш был мог переиграться уже совсем иначе ну опять же тут мы уже действительно не узнаем как бы знаешь про торнадо тоже сейчас видели мы хайлайт с ними позиции которые мы им предрекали которые нужно было бы занимать да они занимали но гораздо позже и из-за этого не хватало времени уже на 1 чек это яма они там влетали по сути на смерть винове сидели к сожалению они на торнадо андрей конечно же торнадо наоборот как по мне в этой карте очень много вывезли из катки вот да тут красиво все произошло действительно для нс очень красивый заезд улетевшие в космос почти 10 из 10 очков улета и торнадо очень много поинтов забрали на самом деле они закрыли и при сотретих они закрыли и ликви частично почти всех даже последнего да там кажется и стрелили ну из той ситуации в которой они были в общем как по мне было неплохо так 16 по 9 строчку наш команд с нулем 5 команд с нулем о и и е е е е е е маки на 16 но думать с 15 апексы 14 винстрик 13 этим ликвид 12 одна единичка у авторальт они 11 2 поинта у 10 место 30 этих и 2 поинта у digital athletics вот тебе место да ну из восьмого по первое место этого розыгрыша 4 поинта для лайн эти где-то забирают шесть по 11 для над свинцера и торнадо energy одинаково у нас с 2 снг коллектива набирают поинтов этом розыгрыше n12 по 13 для пулап и bystanders ну и тсм и 19 поинтов в итоге 9 киллов 10 за победу на хитуха табличка противостояния как раз таки тсм и против bystanders bystanders 13 поинтов третья позиция и 19 поинтов на тсм их соответственно первая строчка 9 киллов 10 поинтов за плейсман 1600 урона у тсм of действительно для тсм вот знаешь мы обращаем внимание на среди коллектива это конечно же логично и очевидно но тсм неплохо закончили эту карту позиция у них была не самая лучшая и как раз то что слишком много коллективов находилась в упреждении друг друга да в перемещении в упреждении и мы позволила выиграли из того компаунда которые должны были занимать торнадо energy на старте ай миша миша на тебя так знаешь красной линии прохожусь по торнадо energy одна большая проблема ты торнадо energy не заезжает в центр первого круга вообще никогда за поскольку это не совсем же центр но это будет очень близко к центру и в итоге это почти финальная зона 784 у али он первый по урону и последний у нас nail of effect 700 просто марк 400 и бэнс очень хорошие игры динамичные снг коллектива набирает point и торнадо набрали 11 поинтов очень 9 на киллах 2 на плейсменте что миш на паузу